Данных прикрыть, значит, давайте мы с вами начинаем семинар, значит, сегодняшний семинар у нас будет посвящен проблемам учета товаров в пути, мы с вами посмотрим те механизмы, которые у нас были в предыдущей версии, вот, в предыдущих версиях, и посмотрим, что новое появилось в версии 11.4. Что еще у нас, тормозаты такие, надеюсь, сейчас как-то паза данных запустится. Спасибо. 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 И с вами сейчас давайте попробуем указать этот товар 1 в заказе поставщиков. Значит, создаю заказ. предположим поставщик сигма, соглашение сигма, добавляем товар 1, количество, скажем, 10 штук, цена 500 рублей. Вот, и ставим подтвержден поступление одной даты, ну, например, поставим поступление 23.04. Значит, что нам дает использование вот такого вот способа? При использовании такого способа мы данное количество будем видеть в некоторых отчетах. Значит, это будет отчет. Остатки доступность товаров. Здесь он может быть. Значит, вот у нас товар 1, и он у нас появляется в ожидаемом приходе. 10 штук. Так, если вы не возражаете, давайте, чтобы видно было лучше, я чуть-чуть изменю интерфейс. Ставлю только картину, чтобы было побольше. Вот, это первое. Где он еще у нас покажется? Он у нас покажется в отчете товарный календарь. Так, мне показался, не показался, почему. До 16.04 у нас стоит 23.00. Давайте изменим эту ситуацию. Ну, и скажем, поставим произвольную дату. Произвольная дата у нас будет 30-е число. Вот он появился, и если мы промотаем отчет 23-го, он ожидается, не приходит. Значит, кроме того, кроме того... ... ... ... ... Значит, ну давайте я еще раз вам покажу. Я этот товар могу увидеть при его подборе. Значит, в заказе поставщика, если я использую формочку подобрать товары. При выборе этого товара я вижу, что его пока у меня в наличии и в доступе нет. Но если я посмотрю расшифровку, то я увижу, что 23.04 этот товар у меня находится в ожидании. То есть, вот этот вот способ, он, во-первых, дает нам сведения о том, что товар ожидается в поступлении. И второй, у него есть национал. Если я сейчас соберусь делать заказ клиенту... Загаз клиента... ... 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 Значит, он нужен только для одного. Если перед вами стоит задача увидеть товары в пути в каких-то остатках, если вы хотите получить отчет, что столько-то у нас было, столько-то у нас ожидается, столько-то у нас в производстве. В общем-то, сейчас у нас есть только один способ увидеть вот этот товар в реальности. Это создать соответствующий склад. Мы можем создать склад, например, товаров к поступлению от Сигмы и увидеть там, что какие-то товары у нас находятся в пути сюда, к нам на склад. Ну, это, честно говоря, такой довольно косаревый способ, поскольку он немножечко не соответствует логике. А если ордерная схема? Ну, ордерная схема, она в какой-то степени дает эту возможность, но она немножечко затрудняет учет. По идее, да. Товары организации дают, она сразу же, и товары поступления она дает. Да. Значит, мы можем в этом случае оформить поступление, но не оформить приходный ордер. То есть вот этот вот вариант существует. Но тут проблема есть какая. Создание ордерного склада – это не всегда, во-первых, разумный порядок работы. Он очень существенно затрудняет сам процесс. И поэтому на экзаменах в 1С попытки использовать ордерную схему там, где она напрямую не предполагается, в общем-то, считается такой вариант ошибочным. И второй момент в этом случае, он не будет адекватно отображаться в бухгалтерском учете, к сожалению. Вот это вот, да. Значит, плюс это, плюсы определенного такого подхода тоже есть. Вот именно поэтому 1С, она попыталась в последней версии реализовать учет товара в пути, не связанный с использованием ордерной схемы. Вот отсюда появилось, естественно, это делалось еще с учетом того, чтобы в бухучет потом это все передавалось скорее. Вот для этого и появилось у нас понятие неоткрыванной поставки и понятие товара в пути. Значит, для этого мы, конечно, должны с вами включить использование этой схемы. Как это делается? Ну, понятно, что нам потребуется, так, немножечко не то, понятно, что для этого нам потребуется использование партионного учета, ну, он у нас включен изначально. Нам обязательно, значит, без этого вы никуда не двинетесь, вам, нам обязательно надо включить использование договоров с поставщиками. Товары в пути и неоткрыванной поставки у нас работает только при обязательном использовании договоров. И, значит, давайте посмотрим, еще нам надо включить товары в пути и неоткрыванной поставки. И здесь, как вы видите, нам еще одна напоминалочка работает. Мы не можем это включить, если не включим обособленный учет себестоимости по видам запасов. Ну, давайте мы это с вами сделаем, тем более, что я, значит, это и не закрывал. Так, обособленный учет себестоимости по видам запасов. Включим. У нас документов немного, поэтому я думаю, мы сегодня это все завершим. Так, и теперь давайте мы с вами вернемся в закупки и включим неотфактурованные поставки и включим товары в пути. Значит, товары в пути, вот вообще этот механизм, он может променяться как по отношению к операции закупки у поставщика, так и по отношению к операции импорт и увоз из ЕАЭС. Соответственно, в этом случае мы еще сможем указывать номера, там можно декларации. Так, ну давайте, значит, функционал мы включили. Теперь мы с вами должны сделать что? Посмотрим в закупке. И нам потребуется соглашение с поставщиком. Ну, у нас есть соглашение с Сигма. Мы с вами сделаем еще одно соглашение, скопируем то, что есть. И, в общем-то, единственное, что я здесь хочу поменять, это использование договоров. Соглашение, которое здесь есть, использование договоров не предполагается. Я его включаю, вот, все остальное я менять не буду. Все остальное у нас остается таким же, как и было. Вид цены поставщика базового, все как есть. Так, единственное, чего давайте, наверное, только я тут изменю название по договорам. Так, значит, теперь мы должны с вами сделать договор. Сразу же сделаем два договора. Один из них будет использоваться для работы с товарами в пути, другой с неотфункциональными поставками. Ну, предупреждаю вопросы. Ну, сами сейчас увидите. Давайте. Создаем договор новый. Значит, договор Сигма товаров в пути. Поставщик у нас Сигма, контрагент. Можем тоже поставить. Расчеты и оформление. Вот здесь самое главное у нас идет. Значит, приобретение и поступление товаров у нас обязательно двумя документами. Причем, как вы видите, здесь переключатель. Либо товары в пути, либо неотфункциональные поставки. Сразу же и то, и другое нельзя. Так, ну давайте статью ДДС поставим. Какой-то Сигма товаров в пути. И по аналогии я просто скопирую Сигма. Неотфункциональные поставки. Приключаем. Ну, давайте. Что-нибудь закупим. Так, значит, давайте делаем для начала документ закупьте. И вот здесь мы с вами сталкиваемся с довольно серьезным изменением, интерфейсом, которое людей очень путает. Ну, собственно говоря, я сам периодически оговариваюсь. А раньше у нас документ, с помощью которого мы оформляли, основной документ, с помощью которого мы оформляли закупку, назывался поступление товаров и услуг. Сейчас он называется приобретение товаров и услуг. А, да, это было, да. Вот. Ну, вот как раз это изменение и связано с использованием данных схем. Дело в том, что сейчас мы будем с вами оформлять и то, и другое, и поступление и приобретение. Настраиваем видимость. У нас поступление было невидимым. Значит, сейчас мы с вами включаем. И как вы видите, поступление у нас как раз используется для подобных оформлений. Значит, поскольку мы сначала с вами будем, ну, давайте мы сначала с вами не отфунктурованную поставку делаем. И мы с вами, естественно, для того, чтобы создать неотфунктурованную поставку, мы с вами создадим сначала приобретение товаров и услуг. И, как вы видите, тут придется использовать особую операцию закупку у поставщика товаров и услуг. Указываем поставщика Сигма. Соглашение не путаем. Соглашение Сигма по договорам. Второе нам недоступно. И показываем договор. Договор у нас не отфунктурованная поставка. То есть он сам не отсекает? Не нужно ли соглашение договора? Отсекает. То есть у нас соглашение, которое без договоров? Договора не отсекает, да, получается? Нет. Так, а договор мы любой здесь выбираем. Так, товар. Так, ну давайте тогда я для контроля сделаю товар 2. Чтобы он у нас не путался. Так. И вот этот товар у нас пойдет по неотфунктурованным поставкам. 10 штук. Цена базовая. Пока мы не знаем, что это за цена. Ну давайте 555 рублей поставим. Ну вот, мы с вами оформляем приобретение. Давайте провести и закрыть. Так, ну, я забыл это сделать, но я сейчас поправлю. Значит, давайте мы с вами... Подговоры? Да, сделаем подговор в целом, чтобы не продирался. Так. 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 Приобретение, закупка у поставщика товара в пути. Сигма, соглашение по договорам. На счетах по договору все переставилось. Давайте. Товар 2, 10 штук и цена 555 рублей. Значит, давайте попробуем понять, из-за чего у нас идет ошибка. Вклад и доставка. Вот так вот сделаем. И посмотрим, от чего у нас соглашение написано. Товар 2, 10 штук и цена 555 рублей. Давайте. 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 Так. Так. Посмотрим. Совершение. Вот так. Возвращаемся в документы. Вот второй раз. Сейчас должно провестись. Сейчас проверю, чтобы раньше времени не радоваться. Так. Это старая. Значит, еще раз создаю поступление. Приобретение. Приобретение. Приобретение товара, услуг и закупка и поставщика. Так. Значит, указываю Сигма. Соглашение. Сигма не отфукрованной поставки. Добавляю товар 2, 10 штук. 555. Вот теперь она съела. Значит, вот тут вот очередное. Значит, вот очень я это не люблю. Это довольно такая неприятная вещь. Я сейчас просто поясню, из-за чего это было. Раз у нас пошла такая ситуация, да. Здесь есть такая настройка, оформление поступления доступно. И у нас была по накладной. Это не поддерживается в работе с неотфуктированными поставками. Но проблема состояла в чем? У нас не было ордерного склада. Поэтому редактирование вот этого поля, которое на самом деле было, но не показывалось нам в интерфейсе, оно было недоступным. Вот это второй раз, я помню, аналогичное где-то там, по-моему, еще в 11.1 такое было, когда она не давала определенные реквизиты при комиссионной схеме редактировать, а они вот срабатывали. Ну вот здесь для того, чтобы это побороть, пришлось включить ордерную схему, создать ордерный склад, тогда нам дали это редактировать. Хорошо, у нас, значит, сейчас документ прошел, то есть приобретение есть. Значит, что это нам дало? Ну, я думаю, что вот сюда-то можно и не лезть. Ведомость по товарам на складах вряд ли нам что-то покажет, но она и не должна была показать, это очевидно. Вот, ну вот тут вот в свое время я был удивлен немножко, потому что по логике вот это вот она должна бы показать. Зависит от перехода права собственности. Да, но она не показывает. Значит, вот на мой взгляд это не доработка, я надеюсь, что в будущем это будет исправлено, то есть пока здесь у нас сведений об этом товаре нет. А какие он делает движения? Движения. Движения, где вы это увидите? На самом деле я еще раз повторяю, вот этот вот механизм, почему я начал с того, что я рассказал, какие были. Вот этот вот механизм, он в основном для того, чтобы вот эту вот операцию товаров пути и неоктурованная поставка можно было увидеть в бухгалтерии. Это механизм для адекватного отображения этих действий в бухгалтерском учете. Где вы здесь это увидите? Значит, еще раз давайте посмотрим. Во-первых, она здесь может быть, я не знаю, до закрытия периода будет или нет. Сейчас посмотрим. Вот, появилась. То есть, ведомость по партиям, вы вот это вот увидите. Так, второе, вот это пассивное премьер. Здесь тоже есть. Угу. И третий отчет, в котором это можно увидеть. Значит, сейчас. Включаю. Нет. Вот. Значит, давайте все это сделаем. И вот, давайте посмотрим. Угу. Значит, у нас будет. Угу. Угу. Вот. Угу. 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 вот она значит вот по управленческой по управленческому балансу это уже начинает проходить пока только в таком виде значит обращаю внимание что здесь у нас не выполнена операцию закрытие месяца поэтому не все может корректно отобраться так значит поехали дальше для того чтобы оформить окончательно это все пойдем закупки документов закупки откроем вот это вот приобретение значит по логике здесь должна была бы работать механизм создания на основании но нет этот механизм здесь не предусмотрен поэтому мы просто оформляем закупку поступления и вот здесь еще один вот такой изыск замечательный распоряжение только соглашение а документ приобретения не является распоряжением значит давайте мы посмотрим сигма нет фактурованные поставки значит смотрите как есть значит и мы с вами здесь уже можем подбирать товар то есть по идее это все заполняется независимо тоже не совсем логично вот по идее это должно быть как-то автоматизировано но вот тут только на связке идет речь так проставил значит ставлю провести и закрыть поступление товаров и услуг значит и у нас сейчас по идее после оформления поступления товар должен появиться на складе давайте проверим если у нас этот товар товар появился и давайте мы с вами посмотрим еще одну штуковину два документа на разных складах были почему но один мы на ордерный склад не 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 на ордерный мы ничего не применимали ордерный склад я создал только для того чтобы у меня появилась возможность редактировать это поле просто пока я его не создавал не создал программа считает что его мне по настройке не нужна потому что у меня склад такой вот поэтому пришлось его создать да так значит теперь давайте я посмотрю сюда подбежу что здесь все корректно и вот здесь вы еще одну интересную штуку видите немножечко нелогично но значит имейте ввиду что это будет иметь место вот ну здесь значит можно это немножко облагородить конечно я тут кажется сейчас посмотрю структура а нет можно убрать детализацию по документу поступления тогда красноты тут не будет ну вот да очень весело конечно то есть у нас сначала фиксируются два прихода потом уход я говорю что пока мне не очень нравится как это вообще реализовано ну как есть бухгалтерия должно передаваться корректно так ну что давайте посмотрим как работает обратная ситуация значит теперь мы создаем с вами поступление поступление товаров так закупка товаров путем так сигма соглашение сигма договор у нас товаров путем добавляем товары давайте для этого мы с вами возьмем товар 3 сделаем 10 штук ну вот у нас есть поступление товаров по пока нулевой цене давайте посмотрим что у нас на складах творится на складах у нас все нормально уже пришел да ну товаров пути значит по идее значит мы оформили поступление значит так ну немножечко наверное нелогично мы сейчас сделали да неправильно давайте пойдем корректнее значит товаров пути значит поступление отражает реальное поступление товара на склад поэтому давайте мы сначала создадим все-таки приобретение товаров пути то есть по идее мы этот товар приобрели товар мы этот приобрели но пока его у нас на складе нет да добавляем товар 3 10 штук приобретение договор сигма товаров пути укажем соглашение по договорам приобретение проводим значит опять таки давайте мы с вами посмотрим отчет настройки исправочники так значит ведомость по товарам на складах ну пока его и не должно быть соответственно после того как товар реально пришел сейчас он зафиксировал только партии себестоимость и управленческий баланс да да значит реально после поступления мы уже оформляем давайте сейчас опять сюда мы оформляем поступление товаров услуг поступление из товаров пути указываем соглашение соглашение и договор и добавляем вот этот вот товар 10 штук значит давайте сейчас я это проведу вот значит и теперь у нас по идее вот значит получается тот самое та самая проблема которая я очень долго боролся когда значит проверял как это работает значит сейчас закрою не закрываю у меня в принципе все что нужно провелось то есть по идее у меня сейчас на складе уже должно все быть давайте это проверим ну да вот он товар появился значит но здесь у нас какая ситуация возникает вы не сможете перепровести этот документ значит почему такое возникает честно говоря вот на этот вопрос я не готов ответить но программа совершенно нормально работает сейчас я пометил на удаление значит я оформляю еще раз поступление товаров в пути значит опять указываю все то же самое в пути добавляю товар 3 10 штук вот и значит провести и закрыть и он у меня нормально провелся и закрылся то есть вот все у меня все что нужно сделано но если я его сейчас открою попробую перепровести мне будут вот такой вот вопрос а в документе поступления товаров теперь нет понятия цены но есть понятие суммы и валюты она есть но она здесь не отображается и не редактируется по идее цена у нас регулируется приобретение то есть они разделили что цена цена регулируется приобретением а поступление теперь стало больше похоже на складской документ да больше но на самом деле вот смотрите здесь у нас есть возможность редактирования цены она здесь осталась и в ERP там где есть бухгалтерский контур да в принципе какие-то расхождения еще фиксируются при поступлении но расхождение на регистрацию а вот то есть вот в ERP с бухгалтерским контуром такая регистрация возможна здесь по сути дела да это бухгалтерский документ это чисто складской документ получается но по контуру он относится к тем документам к которым работает бесплатно то есть вот в общем то и все отлично то есть они шилла меняли ну как а мы можем сюда еще и приходный ордер подключить то есть да это будет еще занятнее слушайте а у меня вопросик я надеялся что в этой версии было какое-то решение по поводу сложности именно перехода прав собственности потому что есть несколько вариантов когда переход права собственности либо когда ты только уже выкупил товар в Китае например есть один версии я там точно не буду название называть а второй там момент допустим при поступлении товаров при прохождении таможни или там третий вариант при поступлении уже непосредственно на склад идет там зависимости от паспорта сделок это не зависит вообще никаким образом тем более что этого документа больше нет значит на самом деле тут разница какая мы немножко сейчас тогда уйдем просто в другую сторону вообще говоря у нас у нас в нашем внутренних делах существует только три способа передачи права собственности это по отгрузке по передаче транспортной компании и по доставке до склада у нас у нас существует вот эти три варианта и в общем-то бухгалтерия у нас всегда вот этим трем вариантом тяготеет значит международная практика она конечно привязывается к условиям инкатарус но они более широкие вот но дело в том что в международном праве в общем не особо во внешне экономической деятельности не особо используется само понятие перехода права собственности там есть понятие перехода рисков и это инкатарус регулирует вот и в принципе считается что если указано в специально если не оговорено но указано что по переходу рисков да действительно вот в момент погрузки на борт судов в Китае действительно может перейти право собственности мы это будем как-то учитывать здесь если только грубо говоря я сам вручную регулирую даты да да в общем то да то есть здесь эта часть не автоматизирована нет а что вы хотите отрегулировать в момент погрузки ну вот вы в момент погрузки и регистрируете приобретение как товаров пути то что это не отображается на склажком уровне ну в какой-то степени это правильно потому что если вы учитываете товары в пути которые еще будут там 35 дней до Питера значит те ну наверное менеджерам пока особо работать с этим товаром то и не надо то что они хотят что-то из-под него резервировать вы заказ поставщика создавайте заказ поставщику создавайте и этот функционал даст вам как угодно да приобретение оно заменяет заказ поставщику ну если мы создаем заказ поставщику если заказ поставщику понятно если приобретение сделать он позволит зарезервировать тут точно так же на бухгалтерском уровне у вас при использовании соответствующей операции у вас появится возможность это отображать ну то есть приобретение не позволит так же как и заказ поставщику проведенный зарезервировать товар который в пути нет приобретение не позволит для резервирования заказа поставщику резервирование из товаров в пути нам надо создать заказ поставщику статус подтвержден тогда у нас будет резервирование правильно говорить не из товаров в пути а из товаров в поступлении наверное это будет правильно но если есть регистр то да это функционал за счет заказа поставщику реально будет слушатели вебинара у вас какие вопросы накопились так ну если понятно все тогда спасибо спасибо за внимание приходите еще значит следующий наш вебинар он будет через неделю в это же время значит он у нас будет посвящен чему я несколько раз уже сталкивался с проблемами которые возникают при внедрении ERP 1S ERP значит ну вот тот функционал который я вам показывал ну в общем то и для ERP и для CAD вполне актуален значит этот функционал так вот при внедрении ERP возникает очень часто какая проблема у нас пытаются реализовать сразу все и в результате ERP у нас делают какого-то жуткого монстра который больше мешает работать меньше чем соисточки и вот недавно скажем так очередной этап проекта одного запустился и там ребята пошли по очень грамотному сценарию то есть они они не стали торопиться они стали внедрять все это безобразие кусочками постепенно усложняли то есть они сначала там запустили простейший вариант потом значит что-то к нему добавили сначала самый простой вариант производства потом добавили ремонт потом начали разбираться с планированием ну и вот так вот они потихонечку значит шажок за шажком функционал себе подгребать ну и в итоге в общем-то у них и люди как-то научились постепенно в ходе внедрения работать ну и честно говоря если совсем им это и обошлось подешевле вот так вот следующий наш семинар он был будет посвящен чему? он будет посвящен самому самому простому способу регистрации производства в ERP который только существует значит это будет ориентация на ситуацию когда мы по сути дела вообще не ведем производственную учет у нас что-то происходит да но по итогам месяца мы в течение месяца мы хотим иметь возможность продавать то что мы произвели в конце месяца мы хотим нормально сформировать результат с указанием всех наших расходов с указанием с нормальной сформированной себестоимостью производства которая формируется по котловому методу учета то есть мы себестоимость там вообще формируем за счет проведения ежемесячных инвентаризации в производстве все мы потратили ну вот из этого мы что-то и соорудили вот этот простой метод организации производства мы с вами не разберем вот он интересен еще тем так немножко вас заинтригую он интересен еще тем что он позволяет продавать товар которого строго говоря у вас в системе нет то есть он у вас вообще там будет фиксироваться значит с отрицательными значениями но по концу это нормальный рабочий процесс никакой это но в конце месяца это все будет приходить в норм программ да ну все спасибо за внимание мы тогда с вами завершимся спасибо не покажете движение по регистрам а ну ладно закрыли уже да интересно было по каким регистрам движения делали вот это приобретение заколдованное да закрыл уже да ладно да бог с ним слушайте меня расстроил этот документ приобретение завтра спрашивал у напарника бывшего как он поборол этот документ переходя с 2.2 на 2.4 ой вот этот переход если честно сначала они в 2.0 2.1 намудрили с вот этим током вот барабаном буфером веревкой вот потом они я так понял осознали что эту логику не особо люди воспринимают и они стали уходить ну в другую другие аспекты вот ну вот то что у них получилось в 2.4 мне в целом нравится хотя там ошибки тоже есть вот но уже более адекватно что-то стало более понятное ребята переходили из-за того что на него только из-за того что функционалов не хотели писать в яркий с нуля но которая вышла была версия 2.2 и 2.1 я не помню какая и там не было вышла версия где уже поддерживался 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 что 2.2 у нас там и не было и вот решили переходить на 2.4 только из-за того что вот все ОВД там спасется сейчас спрашиваю у ребят лучше бы я сам запилил сейчас как дела закрываем ноябрь 2017 перешли на 2.4 я говорю ладно не отвлекаю ну вот я сейчас попытался сделать курс он по моему в июле пойдет первый прогон по моему в июле значит там будет оформление розницы категорийка управление коллекциями товаров то что касается розничного и вот подключение электронки там штрих-кодирование ну там как имитироваться подключение то есть реальной периферии пока не будет хотя там в планах есть такое то есть делать какой-то курс вот именно по периферии вот ну тут затраты конечно все это много это очень доброе так ладно ну все всего доброго до свидания если вопросов нет